Всем привет! Днепр на связи, 15 июня, 14.17. Ну что, друзья, продолжается наш день. Какой-то сильной грозы так и не было, которую предвещали. Были тревоги, вновь был взлет МиГ-31, тревога по всей стране. На данный момент у нас, по крайней мере, тихо. Что, друзья, на повестке дня? Ну, писали, что там начинается мирный саммит, саммит по миру. Зеленский уже прибыл в Швейцарию, скоро будет открывать, возможно, уже открыли. И на фоне этого New York Times сделала очень интересную статью. Они якобы выпустили в полном объеме проект Украино-Российского договора от апреля 2022 года. Вот вижу, что впервые он опубликован. Главные пункты, друзья, что могло бы быть в апреле, да, когда якобы там Джон Сенюк сказал, что не, надо там воевать, продолжать и так далее. Что могло бы быть? Главные пункты. Обе стороны согласились исключить Крым из своего договора, оставив его под российской оккупацией, но без признания Украиной. Украина признает независимость ДНР и ЛНР в административных границах бывшей Донецкой и Луганской областей Украины. Украина не вступает в военные союзы, не развертывает иностранные военные базы и контингенты. Россия потребовала, чтобы Украина сделала русский официальным языком. Украина хотела, чтобы ее союзники были связаны договором, чтобы вмешаться, если на нее снова нападут. Например, закрытие воздушного пространства, предоставление необходимого оружия. РФ требовала отмены всех санкций. Проект предусматривал ограничения численности ВСУ и техники. Украинцы были готовы принять такие ограничения, но стремились к значительно более высоким пределам. Численность до 100 тысяч человек, 147 минометов и 10 боевых вертолетов. Дальность украинских ракет должна была быть ограничена всего 40 километров. Украина не вступает в НАТО. Украине было разрешено вступить в ЕС. Вот такой вот, друзья, текст. Ну, по сравнению с тем, что вчера озвучил Путин, да, с выводом войск уже не только там с признания ЛНР-ДНР, но и Запорожской и Херсонской области как субъекта Российской Федерации, этот выглядит очень даже неплохо. И там был такой пункт, что по Крыму через 15 лет как-то там договариваться мирно, что-то обсуждать. Это, как знаете, в стратегиях есть экономическая победа. Как я вижу этот договор. Вот этот договор, он вполне реален. И представьте себе, признали, все, тишина, мир, никто не стреляет, никто не воюет. Деньги, которые вкидываются на войну, они пускаются в экономику, да, в экономику, в развитие страны. И за 15 лет, например, мы делаем из Украины Дубай, такие вторые Дубай, где у, знаю, там, у каждого, кто желает работать, зарплата, вот, там, 100 тысяч долларов. У нас тут инфраструктура, огонь, просто все шикарно. Мы живем как сыр в масле. У нас куча ресурсов, мы их разделяем с народом. Не только олигархи обогащаются, а каждый человек, да, как это у нас, ну, где у нас прописано? В Конституции, в законах, что надра належат народу. Вот эти надра на всех распределяются, все мы как сыр в масле, вообще низшего сословия нет, оно исчезло. Все богатые, все довольные, шикарная страна. И смотрят на нас украинцы Донбасса, смотрят на нас Крым и думают, нифига себе, да нафиг нам эта Россия, воу, открывай ворота. Да, мы Украина. И начинают стучать в ворота и говорить, пустите нас в Украину, мы тоже Украина. Мы такие смотрим. Но мы еще подумаем, надо провести референдум, пускать вас не пускать. Ну вот это огонь, да, как по мне, сделать то, чтобы люди сами захотели быть украинцами, быть в Украине. Сейчас, по факту, вчера Путин предложил то, на что не согласится Зеленский, на что не согласится украинская власть. Это вывод войск в Запорожской и Херсонской области, там ЛНР, ДНР и так далее. И, по сути, это конец президентства Зеленского. Ну, все, это, по сути, та же капитуляция, проигранная война и, понятное дело, от власти никто не отступится. В то же время и проект Зеленского. Сейчас они там, что они будут обсуждать. Выход на границе 91-го года. Ну, блин, ребята, давайте жить реалиями. Какой выход для Украины границы 91-го года силовыми методами и так далее. Ну, силой мы не сможем. Давайте смотреть правде в лицо. Если, ну, Херсонская область еще, там, Запорожская, где-то можно поверить. Но контрнаступ показал, что пока мы смеялись с зубов дракона, эти зубы дракона потом у нас разворовывали. Вот в чем смысл. То есть, Украина предлагает для России нереальный план, потому что от того же Путина народ уберет. Ну, как, кто откажется от власти? Ну, прикиньте, Путин говорит, ну, все, конец войны, окей, я согласен. На границе 91-го года мы выходим, вот, бросаем Донецк, Луганск, Запорожскую область, Херсонскую область и все. И мир. Ну, понятно, что этого не будет. Путин вчера завысил ставки. И, возможно, опять же, я думаю, что если договариваться, хоть с чертом лысым, то можно было бы вновь договориться, возможно, бы, на тот же ЛНР-ДНР. Но, если в апреле та же Херсонская область и Запорожская, они не были субъектами Российской Федерации, да, сейчас они прописаны в Конституции. И по факту, хотя мир это не признает, но тоже здесь уже могут быть предъявы к тому же Путину, что как это так вышло. Там и так есть, я знаю, предъявы о том, что Херсона ставили, а Херсон уже был российским и так далее. Ну, там сгладили конфликт, якобы, чтобы было меньше жертв. Ну, вот, что вы думаете по этому поводу, тоже пишите в комментариях. Вот такая вот ситуация. Как быть дальше? Как по мне, надо вот расстроить так Украину и сделать так, чтобы украинцы жили как сыр в масле, чтобы каждый украинец жил как олигарх, который эту страну грабит 30 лет. Вот, чтобы каждый украинец так жил, а не только дети чиновников, сами чиновники, которые грибут, воруют. И тогда, блин, к нам немцы поедут, к нам поляки поедут, к нам весь мир поедет. Вот, скажу, нифига себе, хотим жить в Украине, Украина, ну, у нас есть возможность, у нас офигенные ресурсы. Именно за эти ресурсы сейчас идет война, вы думаете, что? Ну, блин, Донецк, Луганск, недра, недра, надо ж бабло, бабло, бизнес защищать, шахты, шахты, ты-ты-ты-ты. Бабло надо, вот что им надо, надо бабло, плевать на человеческие жизни. В общем, так, живите теперь с этим. А что еще? А замглавы офиса президента Жоква, тот вообще летает где-то в небеса, говорит, Украина уже готовит второй саммит мира с возможным участием РФ. В первом нет смысла без участия РФ. Ну, это, ну, как можно о чем-то договариваться, о чем-то мыслить? Ну, вот конфликт двух людей. Давайте соберем еще сто человек и будем обсуждать этот конфликт вот с одной стороной и пытаться договориться. Ну, понятное дело, что это бред. Ну, я считаю, бред, что бессмысленно. Без России проводить какие-либо саммиты смысла нет. Кстати, в Одессе задержали школьников, которые за деньги поджигали машины военнослужащих по заданиям из интернета. Это раз, даже видеоматериалы школьники снимали там, чтобы показать, деньги за это заплатили. А второе, в Одесской области психбольной мужик повесился после получения повестки. Сегодня в селе Крючунова в своей квартире по улице Шевченко было обнаружено привешенное тело 38-летнего мужчины. По словам матери, сын два дня назад проходил ВЛК и испугался, что пойдет служить. Также мать сообщила, что мужик находился на учете у психиатра. Это вот еще один случай. Мне кажется, что сейчас воевать больше всего хотят мои соотечественники в Польше, в Германии, в США, в Канаде, которые выехали. Вот они, блин, с флагами. Воевать! Ура! Ура! Воевать! Им супер! У нас что-то как-то получается, что воевать-то и не хотят. Потому что, ну, блин, все скрываются, ухилянты. Я не знаю, что вам еще сказать. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пишите мнение в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!